В эфире информационная программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! О том, каким стал для жителей Рязани и области этот вторник, вам расскажут корреспонденты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. Пожар в Кемерово потряс всю страну. В Рязани почтили память погибших. По старому сценарию в торговом центре Политайский произошел пожар. Отголоски выборов, подведены итоги конкурса, фото баттл. Вузы открывают двери. Куда пойти учиться сегодняшним школьникам? Пожар в Кемерово стал трагедией для всей страны. 28 марта указом президента официально объявлено днем траура. Завтра во всей стране будут отменены развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги. Но на самом деле уже со вчерашнего дня сетки теле и радиоканалов были изменены. Вся страна оскорбит вместе с жителями Кемерово. В Рязанской области в настоящее время ряд региональных СМИ отказались от яркого цветового оформления своих интернет-ресурсов. Внесены изменения в сетку вещания регионального телевидения. Из-за трагедии в Кемеровской области перенесены праздничные мероприятия, посвященные Международному дню театра. 27 марта во всех православных церквях прошло богослужение по погибшим в Кемерово. Рязань исключением не стала. В 12 часов все неравнодушные могли прийти в храм при больнице имени Симашко. Слезы на глазах и тоска на сердце. Трагедия, произошедшая в городе Кемерово, стала общей для всего народа. Десятки тел погибших и еще больше раненых. И сотни разбитых семей. По благословению святейшего патриарха в Сеаруси Кирилла, во всех церквях мира прошла панихида по погибшим в трагедии в городе Кемерово. Службы проходят и в православных храмах других стран, таких как Украина, Беларусь, Китай, Япония. Мы скорбим всей полнотой церкви о тех людях и будем молиться сейчас об их упокоении, упокоении их душ. О предстоящей панихиде не было сказано ни по телевидению, ни радио. Только одно небольшое сообщение в социальных сетях. Однако неравнодушные люди нашлись. Совсем немного. Преимущественно пенсионеры и студенты. Молитва о упокоении всегда помогает не только родственникам усопших, поскольку они получают утешение, но и в первую очередь она нацелена на прощение грехов самих умерших людей. И это является главным критерием и целью всех заупокойных молитв. После панихиды священник поблагодарил всех пришедших в храм. Он отметил, что службы продолжатся и в дальнейшем. В настоящее время вопрос безопасности торговых центров волнует всех без исключения. Насколько защищены покупатели и какие последствия может за собой нести обычный поход в магазин. Кроме того, как показывает практика, пожар может возникнуть не в самом центре, а в палатке рядом с ним. Подобное в Рязани уже происходило, причем не раз. В октябре 2014 года в палатке начался пожар. Огонь перекинулся на торговый центр Политаевский. Пожар удалось ликвидировать только через два часа. Спустя почти четыре года ситуация могла повториться вновь. 26 марта в Рязани произошел пожар в торговом центре Политаевский. Происшествие попало на видео. По сообщениям очевидцев, пожар начался в палатке Шурмой. Через считанные минуты загорелись урны напротив торгового центра. Огонь удалось ликвидировать до того, как пламя перекинулось на основное здание. Напомним, октябрьской ночью 2014 года произошла похожая ситуация. Очагом возгорания стала такая же продуктовая палатка. В результате пламя удалось ликвидировать только через два часа. Пожаром была уничтожена площадь на 4000 квадратных метров. Тогда, в далеком 2014-м, очевидцы утверждали, что система пожаротушения в здании сработала с большим опозданием. Другие же говорили, что она вообще была неисправна, либо отсутствовала вовсе. В пресс-службе МЧС и эту информацию не прокомментировали. Неизвестно, как обстоят дела в торговом комплексе в настоящий момент. Однако, по словам сотрудников МЧС, в городе начинается проверка безопасности всех торговых центров. Очередная авария с участием маршрутного такси. На этот раз водитель маршрутки номер 73 врезался в столб. Подробности происшествия у нашего корреспондента. Дорожно-транспортные происшествия с участием маршрутных такси, к сожалению, перестали быть редкостью и общественность уже не удивляют. Оно и понятно. Рязанцы ежедневно становятся свидетелями того, как водители общественного транспорта нарушают не одно правило дорожного движения по маршруту своего следования. Порой такое пренебрежение пунктами правил приводит к трагедии. 27 марта водитель маршрутного такси номер 73 врезался в опору светофорного объекта. На улице Октябрьская, дома 65, 53-летний водитель, управляя автомобилем «Газель», двигаясь по маршруту номер 73, не справился с управлением и совершил наезд на опору светофорного объекта. В настоящее время по факту ДТП проводятся оперативные мероприятия, устанавливаются очевидцы и проводится проверка. В результате ДТП пострадало 10 пассажиров, из них трое детей. По факту ДТП проводятся оперативные мероприятия. Все подробности уточняются. В центре Рязани на 4 дня ограничили движение транспорта. Об этом сообщил сайт администрации города. На пересечении улиц Ленина и Вознесенской во вторник 27 марта начали ремонтировать колодец ливневой канализации. Из-за этого движение по полосе от перекрестка в сторону площади Ленина на данный момент ограничено, что следует учитывать при планировании своего маршрута. Ремонт обещают завершить к вечеру пятницы 30 марта. 18 марта в день выборов президента в отдельных регионах России стартовал конкурс «Фото батл». Все желающие могли сделать фотографии со специальной рамкой на своем избирательном участке, после чего выложить это фото в интернет. Рязань попала в число регионов, где проходил этот конкурс. Во вторник 27 марта в библиотеке имени Горького состоялось награждение победителей. Гироскутеры, модные смартфоны, часы и велосипеды. Такие призы получили победители фотоконкурса «Фото батл». Молодые люди приняли в нем участие в день выборов президента 18 марта. Они пришли на избирательные участки и сфотографировались в специальной фоторамке. Затем разместили фотографии в интернете. Фото победителей набрали наибольшее количество лайков. Некоторые фотографии получились весьма оригинальными. Моя идея оригинальная пришла ко мне практически сразу, когда я узнала об этом конкурсе. Я решила взять с собой своего милого котика. Я подумала, что люди будут голосовать за меня, которые меня еще не знают, потому что увидят моего милого животного. И хочу, чтобы побеждали работы не только с количеством голосов и лайков, но и они были оригинальны. У меня работа такая, и я считаю, что моя победа абсолютно честная и заслуженная. Конкурс организовал Рязанский союз молодежи. Его цель – привлечь внимание молодежи региона к выборам. Я показал, что большая заинтересованность есть. По переходам и просмотрам, сколько у нас был сайт, у нас ушло больше ста тысяч человек посмотрели этот сайт, проголосовали на нем. Самих публикаций там было больше тысячи. То есть для нас, для организации это очень здорово, потому что мы привлекли к себе такое внимание со стороны молодежи. И надеемся, что теперь наша членская база пополнится. Будут ребята принимать участие в наших проектах и программах. Всего в конкурсе разыграли 21 приз. Смартфоны, планшеты, гироскутеры, игровые приставки, экшн-камеры, часы и велосипеды. Алена Кукулева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Подходит к концу очередной учебный год, а это значит, что старшеклассникам пришла пора всерьез задуматься о выборе будущей профессии. Вузы Рязани готовы в этом помочь абитуриентам и их родителям. Именно для этого ежегодно их двери открываются для всех желающих узнать все о направлениях подготовки и условиях обучения. В воскресенье 25 марта день открытых дверей прошел в крупнейшем вузе Рязани – Рязанском радиотехническом университете. В день открытых дверей в Рязанском государственном радиотехническом университете собрались абитуриенты и их родители со всей России и даже из далеких зарубежных стран. Неудивительно, что именно об этом рязанском вузе знают далеко за пределами нашей области. Этот университет с многолетней историей обладает мощным образовательным и научным потенциалом. В конце 2016 года он вошел в топ-100 лучших вузов в международном рейтинге высших учебных заведений Европейской научно-промышленной палаты. В 2017 году РГРТУ стал обладателем диплома первой степени всероссийского конкурса за вклад в развитие интеллектуальной собственности. Мне понравилась именно одна специальность – математическое обеспечение административных функционных систем. А такая специальность есть только в нескольких институтах. Именно вот если в Баризанской области, только в двух – в радиотехническом и РГУ. Как мне показалось, радиотехнические намного перспективнее и решила, что стоит поступать именно сюда. А у меня отец здесь учился, поэтому я по его стопам пошел. Во-первых, высококвалифицированные кадры отсюда выходят раз. Профессии все перспективные, востребованные в будущем. Это тоже немаловажно. Поэтому хотелось, чтобы здесь учился. Я был наслышан от старших товарищей именно об этом институте, как об одном из лучших в нашем городе. И как бы загорелся желанием тоже учиться именно здесь. Дать объективную информацию о существующих направлениях подготовки и правилах приема. Познакомить абитуриентов с руководством вуза и приемной комиссии. И предостеречь от возможных ошибок. Ведь схема приема достаточно сложная. Именно такие задачи ставит перед собой руководство вуза при проведении дня открытых дверей. Ну, например, в первой волне проходной балл может оказаться пониже, чем во второй. Поэтому те, кто сидят и ждут, а вдруг, да, их может ждать неприятное разочарование. Причин здесь много разных. И, наверное, абитуриенты и их родители должны быть информированы об этих причинах. И должны знать, как правильно себя вести во время работы приемной комиссии. В Рязанском радиотехническом университете осуществляется подготовка специалистов в области радиотехники, электроники, автоматики, информатики, информатики, информационной безопасности, экономики и управления. С работой всех кафедр абитуриенты смогли познакомиться на интерактивной выставке. Кафедра космических технологий представила модель гексокоптера, который производит съемку с Земли, а также макет наноспутника. Устройства подобных аппаратов разбирают студенты вуза на лабораторных занятиях. Студенты изучают у нас стандартные языки программирования, которые позволяют запрограммировать устройства, выполняющие определенные цели, в том числе и в космической сфере. И также у нас здесь происходит работа со снимками. То есть здесь ребята, которым нравится работа с программным обеспечением для подобных программных устройств, как ТУГИС, все знают, все ходят по картам. Этим тоже мы занимаемся. И геоинформационная технология, и именно обработка космических снимков. На сегодняшний день спрос на выпускников радиотехнического университета превышает предложение. А руководство вуза старается обучать студентов таким образом, чтобы процесс адаптации на предприятиях, на которые они попадают, занимал как можно меньше времени. Для этого создаются различные отряды, которые дают возможность попробовать на практике то, чему учат на лекциях. То есть у нас отправляются ребята в различные объекты энергетические. И там мы смотрим устройства, например, различных электрических устройств. Кто-то работает в отделе учета, смотрит, как устроена их работа будущая на самом деле, на практике. Ну и как бы у нас это основном делается, то есть еще для того, чтобы студентов уже сразу отбирать, так сказать, лучших студентов. Так как у нас в основном строят радио, то есть те, кто хорошо учатся, те, кто сдают там все, то есть интересуются действительно специальностью. Ну и цель состоит в том, чтобы помогать им в трудоустройстве уже изначально на этапе обучения. Кроме того, радиотехнический университет является единственным вузом Рязани, который в своем составе имеет такое уникальное структурное подразделение, как военная кафедра, где готовят офицеров и солдат запаса. То есть каждый студент, поступающий в вуз на очную форму обучения, имеет возможность пройти военную подготовку. И, соответственно, по окончанию университета при получении высшего образования, он получает студент, прошедший обучение и на военной кафедре, либо военный билет с присвоением офицерского звания лейтенант с зачислением запас, либо военный билет с присвоением звания рядовой, также с зачислением запас. Обе эти категории не подлежат призыву в армию на срочную службу. Студенты РГРТУ также могут пройти подготовку в учебном военном центре, который проводит обучение по программе военной подготовки офицеров для войск связи и войск противовоздушной и противоракетной обороны. Сегодня в этом вузе обучаются более 7 тысяч студентов, и у каждого есть возможность пополнить эти ряды. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Днем ранее, 24 марта, день открытых дверей, прошел и в Рязанском политехническом институте, где для абитуриентов устроили экскурсию и рассказали об особенностях обучения в вузе. Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, первый заместитель министра строительного комплекса, заместитель главы администрации города Рязани – все эти люди – выпускники Рязанского политехнического института. Сейчас они занимают высокие должности. Все это – результат той профессиональной подготовки, которую дает Рязанский политехнический институт. В актовом зале института не протолкнуться. Сегодня здесь собрались старшеклассники и выпускники школ, колледжей, которые только выбирают место своего будущего обучения. Помимо них здесь также присутствуют и прославленные выпускники института. В настоящий момент все они занимают руководящие посты. Мы не стоим на месте. Нам важно понимать, что ваш ребенок по завершении вуза был трудоустроен. Для нас это очень важно. Для меня, как для руководителя, я несу ответственность за трудоустройство ваших детей. Не случайно сегодня представлены здесь и работодатели, и руководители профильных министерств, с которыми мы работаем. Политехнический институт не стоит на месте. Он динамично развивается. Открываются новые профили. Среди них менеджмент промышленных организаций, промышленная логистика, управление человеческими ресурсами, управление инновациями в инженерном бизнесе. Для реализации нового профиля строительства автомобильных дорог и аэродромов подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обучения студентов между Газпромнефть, битумные материалы и Рязанским политехническим институтом. В 2018 году вуз успешно прошел аккредитацию. Аккредитованы все направления, в том числе и магистратура по архитектуре и строительству. Расширяется сеть инженерных классов в рязанских школах. У нас открыты семь инженерных классов в городе Рязани. Сегодня на этой трибуне мы будем вручать золотые фишки победителям архитектурных проектных работ. Мы ежегодно проводим конкурс проектных работ. Победители получают 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Сегодня эти детишки вот здесь, на этой трибуне, получат эти свидетельства. Конкурс инженерных проектно-творческих работ проводится в Рязанском политехническом институте второй раз. За время проведения конкурса в нем приняло участие более 70 человек из 17 учебных заведений Рязани и Рязанской области. В 2018 году одним из победителей стал Никита Авдошин с проектом «Умный бетон». Особенности этого проекта нашего заключаются в том, что стены изготовлены из необычного материала. Это бетон с внедренными туда живыми бактериями. Все мы знаем свойства бетона, что при длительном взаимодействии с водой и с резкими перепадами температур, низкими и высокими, на бетоне возникают трещины. Так вот, эти живые бактерии, они при контакте с воздухом начинают свою активность и выступают в роли строительного материала и заделывают эти трещины. Политехнический институт идет в ногу со временем. Новые специальности, профили, которые открываются, напрямую отвечают требованиям современного рынка. Развитие инфраструктуры требует серьезных капиталовложений, применения современных технологий и современных образовательных программ, знания современных материалов. С этим и связана наша программа, наша специальность, которую мы открываем. Ее особенность заключается в том, что это направление открывается совместными усилиями Министерства транспорта, Рязани Автодора, естественно, Политехнический университет и компания «Газпром» нет битвенных материалов. День открытых дверей также запомнился школьникам и их родителям экскурсии по институту и разнообразными мастер-классами. Как показывает статистика, каждый третий школьник, который посещает День открытых дверей, становится студентом Рязанского политеха. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад»